Работа общественного транспорта и благоустройство города. Эти вопросы стали ключевыми на очередном заседании общественного совета. Рабочая встреча прошла в формате вопрос-ответ. Вместе с депутатами говорил о наболевшем Яким города Петропавловска Булат Жумабеков. Абай Альжанов с подробностями. Проблема общественного транспорта, пожалуй, одна из главных у жителей Петропавловска. Ее поднимают на отчетных встречах в соцсетях. Под пристальным вниманием она и у членов общественного совета. Нарушений правил перевозки людей немало. Зачастую водители набирают пассажиров больше, чем положено. Плюс ко всему состояние большинства автобусов оставляет желать лучшего. В феврале заключим договор с компанией, которая будет обследовать все автобусные маршруты, проводить пересчет всех автобусов, движения, все, все, хронометр, все сделать. И мы, может быть, даже пойдем на то, что немного будем структуру менять самих маршрутов. Думаю, планомерно отработаем, по автобусам решение будет. Потому что я смотрю, что даже если замена автобусов идет, оно недостаточно. Благоустройство города – еще один вопрос повестки дня. Член общественного совета Александр Казанцев предложил увеличить количество парковок, автостоянок, расширить заезды на поворотах, а еще въезды к школам и другим социальным объектам. По словам Акима города, эта проблема требует тщательного изучения. К сожалению, сталкиваемся именно с таким моментом, что в этом дворе, допустим, четыре дома, часть из них за автостоянку, часть из них против автостоянки. Люди начинают на этом фоне между собой ссориться, превращаются прямо в долгоиграющие проблемы, иски друг против друга. Поэтому мы хотим все это изучить. Поэтому в прошлом году совет председателей КСК с участниками некоторых депутатов принимали также участие, члены общественного совета принимали, выезжали, обмеряли, определили территорию, как что мы будем делать. Виктора Бондаренко волнует экологический вопрос. Говорит, на окраинах города – горы мусора. И производят эти свалки сами люди. Но когда идешь на дачном участке, по краям этой трассы такие кучи мусора. Представляете, это же настолько позорно. Это рядом где-то, ну сколько там, 500 километров с города. И там такой хлам. Это такая антисанитария. Нарушителей ловят, наказывают, выписывают им штрафы, говорит Булат Жумабеков. В этом городским властям помогают камеры видеонаблюдения, которые могут работать непрерывно в течение трех суток и передавать все данные. Абай Альжанов, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Абай Альжанов, Михаил Казначеев, Новости МТР.